Я Твоё дитя, Господь! Благодарю Тебя! Друзья, знаете, я думаю, что это одно из самых больших откровений в нашей жизни. Аминь! Когда-то раньше, когда мы ещё жили в грехах своих, когда мы не знали Бога, я всегда делюсь этим переживанием своим, что мне всегда казалось, что Бог — это злой такой суровый дяденька, смотрящий с небес, с дубиной. И вот Он просто жаждет, когда ты накосячишь, чтобы тебе этой дубиной залепить. До тех пор, пока мы не примирились с Ним, аминь! А вдруг ты понял, что Бог вообще не такой? Вообще не такой! И когда мы людей приглашаем прийти к Господу, вот у них такое представление, что Бог — это суровый дядька, который только хочет наказывать за каждый косяк. И они не понимают, что Бог — Он благ. И что если уж Бог в Писании говорит, тебя возлюбил, когда ты был ещё грешником, то уж тем более Он тебя любит, когда ты Его дитя. Аминь! Да уж тем более, даже если ты, может быть, надломился в чём-то, может, наступился, согрешил, я не знаю, но если в тебе хоть огонёчек тлеет какой-то, Бог его вот так вот не загасит. Аминь! И трость надломленный не преломит. Я в это глубоко верю. И знаете, правда, великое сокровище — иметь нашего Господа. Аминь! Ну что, давайте воздадим Господу славу. Аллилуйя! Повернись к тому, кто рядом с тобой. Скажи, ты Божье дитя! Аллилуйя! Слава Господу! Молодцы, что пришли в такой мороз. Вы, правда, герои. Я поймал себя на мысли, что дома смотреть онлайн — это, ну, в средней степени духовность. Нет, я бы даже сказал, это минимальная степень нашей духовности. Все-таки нам нужно быть вместе, в месте поклонения, аминь, в месте, где мы собираемся, чтобы помолиться, чтобы прославить нашего Господа, чтобы услышать Его Слово. И вот, несмотря на такой мороз, вы все здесь, вы просто молодцы. Слава Господу! Я верю, что Бог, Он узрит на вашу жертву. И здесь на сцене холоднее, чем в зале, скажу вам. Вы видели даже музыканты, они в шапках. В следующий раз, походу, они, если будет мороз сильнее, они меховые шапки оденут. У меня такое чувство. Но, тем не менее, аллилуйя, слава Господу! Бог благ! Аминь! Повернись к тому, кто рядом, скажи «Бог благ!» Вот, и мы с вами сегодня будем говорить на одну очень интересную тему, которая, не знаю, вызовет у вас энтузиазм или не вызовет. Она касается темы января, она касается темы благословения, у нас была в январе. И просто это была проповедь, которую я проповедовал на Бару, и сегодня ее проповедую не потому, что больше ничего не придумал, потому что за это время еще что-то мне пришло, но потому что я хотел поделиться какими-то своими определенными переживаниями именно через призму Божьего Слова, через призму того, чтобы... Знаете, друзья, мы с вами должны жить все-таки по духу и по Слову. Аминь! Что самое интересное, наши эмоции, они подчас противоположны тому, что говорят Писанию. Вот здесь вот всегда мы с вами встаем в такую сложную развилку, когда мы порой должны принять какие-то решения, которые противоречат нашим эмоциям, но они должны соответствовать Слову Божьему. И где-то с годами, ты... с годами или на протяжении какого-то большего, в смысле более короткого времени, ты понимаешь, что ты поступил вопреки своим эмоциям, вопреки своим хотелкам, но ты поступил по Слову Божьему, и ты получил благословение в свою жизнь. Вы сталкивались с этим? Аминь, друзья. Что вообще не хотелось этого делать, вообще все хотелось по-другому поступить, но ты выбрал все-таки поступить по Слову и получил благословение. И тема у меня сегодня будет называться «Благословение и послушание». И первое, что хочу спросить, когда я вам назвал тему «Благословение и послушание», какие вы пережили эмоции? Конечно же, бурю восторга, да, внутри себя. Вот. Все такие «Ура, наконец-то про послушание!» Мы же с детства любим тему послушания. Вот как родились, мы просто в восторге от этой темы, как нам родители вот что-то говорили, слушай, надо там папу слушаться, надо что-то маму слушаться, надо это делать, другое. Третье. В детстве у нас же всегда восторг это вызывало, аминь. У всех ведь так было, правда, друзья мои? У вас дети родились, и вы же видите, что вот ребенок, он рождается, заметьте, его пока еще никто ничему плохому не научил. Он еще только родился, ему там годик-два, его папа-мама лелеяли, любили, обнимали, целовали. И вот у кого-то, может быть, не так много, у кого-то побольше. Но проблема непослушания, она как будто бы заложена прям генетически, аминь. Вот говоришь ребенку, ну не сиди ты в компьютере столько времени. Конечно, папа, да, да, да. Папа прям отвернулся вот так вот, поворачивается через пять минут. Он такой, раз-раз-раз выключает. Он типа не сидел у меня, сын, ему семь лет. Он делает вид, что он не сидит в компьютере. Говоришь, ну сынок, ну перед тем, как съесть конфетку, нужно ну хотя бы поесть по-нормальному. Ладно, пап, прям раз вот так. Я думаю, ну сын прям фокусником растет, по крайней мере. Одному фокусу он точно научился, как съесть конфету, или там 10 конфет за одну минуту. Вот просто, они просто исчезают. Он их не ест, они у него исчезают. Я не понимаю, как это происходит, но вот ощущение, что вот этот вот фокусник в нем живет просто уже от самого рождения. Вот. И все-таки, говоря об этой теме, да, то есть я о чем говорю, мысль-то моя, что вот этот вот какой-то ген бунта, он заложен в нас изначально. Аминь, друзья. И что мы с вами пришли ко Христу не для того, чтобы наша жизнь просто стала хорошей, чтобы она стала лучше, а еще и во многом для того, чтобы измениться внутри себя, чтобы нам все-таки преобразовываться в его образ. Аминь, друзья. Кто-то согласен с этим утверждением? И мы с вами еще раз говорим о благословении и послушании. Но вы хотя бы согласны для начала с тем тезисом, что мы должны слушаться кого в первую очередь? Бога. Аминь? Согласны вы с этим? Что? Ну, по-другому никак. Мы с вами даже, когда венчаем, у нас такая есть добрая традиция, здесь такое обетование все-таки оно заложено. Второзаконие 28 глава 1 и 2 стих прочитаю. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Аминь? Давайте больше энтузиазма. Аминь! Аллилуйя! Это ж обетование. Обетование. Что надо делать, чтобы тебе хорошо было? Правда, друзья мои? И вот мы с вами, конечно же, не в Ветхом Завете, в Новом Завете, мы понимаем, что Новый Завет, у нас благодать с вами, да? И некоторые вдруг благодать стали интерпретировать таким образом, что благодать это вот, ну в принципе, да, ты как бы ходишь в церковь, ты следуешь за Богом, но ты можешь делать по большому счету все, что тебе как бы заблагорассудится, Бог тебе все равно простит. Ну чуть-чуть сталкивались с такой категорией, да? Ну все-таки. А если мы с вами читаем Новый Завет, то мы с вами видим, читая, например, Нагорную проповедь, то, что Бог, Он понятие послушания перевел в несколько иную категорию, более что ли высокую, да? Если в Ветхом Завете там говорилось, там, не убей, не прелюбодействуй, то есть не соверши каких-то конкретных поступков, то в Новом Завете Иисус в Нагорной проповеди говорит уже о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Вы со мной, друзья? Да, то есть Он перевел грех из категории конкретного деяния даже в категорию твоих помышлений, то есть в категорию твоего внутреннего естества. Он перевел понятие греха, то есть иными словами Он говорит, что первое, на что мы должны обращать внимание, это на то, что происходит внутри нас, в наше сердце. Аминь, дорогие мои. Вот, и здесь вот я, как бы, рассматриваю эту тему, увидел для себя несколько таких важных аспектов, и сначала мы посмотрим, может быть, в каком-то смысле обзорно, да, категории, которые говорят вообще нам о послушании, о том, где, кому и как мы должны с вами послушаться, и потом мы такую некую общую черту подведем для того, чтобы нам сделать для себя какой-то вывод. Сразу, друзья мои, я хочу оговориться, что то, что я говорю, то, что я буду говорить сейчас, да, это не некий абсолют и стопроцентно вот именно так и вот никак иначе. Но первое, я хочу, чтобы вы немножко услышали, о чем все-таки, ну, и я буду говорить, и Писание говорит, да, о том, что в первую очередь наша с вами борьба происходит внутри нас самих. Аминь. Не Царствие Божие, Писание говорит, не пища и питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. Если пища и питье, это, по сути, те материальные блага, которые нас окружают, то мир, праведность и радость во Святом Духе, это то, что находится внутри каждого из нас. Аминь. И это то, что этот мир не может отнять. У нас такая песня раньше была, что Бог дал мне мир, и этот мир не от мира сего, и поэтому этот мир не может у нас этот мир отнять. Немножечко запутанные слова, потому что на русском почему-то слово мир, как внешний мир и внутренний мир, звучит одним словом, в отличие, например, от английского языка, да, поэтому сложнее порой для понимания. И первое, о чем говорит Писание, кому мы должны с вами послушаться, да, это духовные власти, да, то есть, иными словами, те, кто поставлен над нами, наши лидеры, пасторы и прочие. И когда я говорю о слове послушаться, вот чтобы вы меня правильно поняли, речь идет не о том, что слепое, стопроцентное послушание, но я всегда говорю в такие моменты, что как минимум нужно очень сильно прислушаться. Аминь, дорогие мои. Вот это вот важно понять для себя, что это не некий абсолют, но это то, что ты услышав, должен переварить внутри себя. Если брать Писание из негативных примеров, то, конечно же, самое, наверное, такое яркое, это Первый Царств, 13 глава, да, помните, где Самуил сказал Саулу, вернее, Саул должен был дождаться Самуила для принесения жертвоприношения. Саул, Самуил по какой-то причине задерживается, пророк Самуил, для того, чтобы принести жертвоприношение. Саул, видя, что люди вокруг него разбегаются, да, он приносит это сам, он делает жертвоприношение сам, то есть делает то, что он, во-первых, не должен был делать, во-вторых, он должен был дождаться Самуила, он должен был его послушаться в тот момент. И когда пришел Самуил, то он говорит, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Иными словами, мы здесь видим такую вещь, что вот это вот событие, как можно трактовать, переведя на нашу жизнь, что Самуил, как бы внешней точки зрения, с внешнего взгляда, да, он сделал что-то не то, он, ну, по сути, просто опоздал, да, как в нашем восприятии, накосячил. Но здесь, почему это произошло, что Бог специально, ну, накосячил я тебя грубо, понятно, что я слишком уж так округляю, слишком грубо говорю, но мы видим здесь, что Бог это специально допустил для того, чтобы изменилась внутренность Саула. Потому что Саул, вот если всю эту главу читать, мы видим вообще, как его пришествие на царство и последующие его дела, что он категорически был зависим от мнений других людей, он был зависим от внешнего какого-то давления, и он не был в состоянии принимать правильные решения в послушании Бога. Он должен был перебороть это внутри себя, но он повелся опять за мнением людей, угодил всем людям, все жертвоприношение принес, и Самуил говорит, что Господь должен был упрочить твое царствие навсегда, да, но ты сделал все наоборот. И вот в нашей жизни часто приходят негативные обстоятельства для того, чтобы царствие Божие упрочить внутри нас, даже, я имею ввиду, со стороны наших лидеров. Аминь, друзья? Слышите, о чем я говорю? Они могут делать что-то не так, да, или на самом деле не так, или нам кажется, что не так. Но когда мы избираем все-таки правильную позицию, правильное отношение, отношение почтения, послушание в каком-то смысле, да, прислушаться как минимум очень сильно, то мы чаще всего получаем благословение. Можно назвать множество примеров, когда ты что-то говорил людям в церкви, слушайте, ну вот не делайте это, вот про помолвку я помню, прям несколько было моментов говорила, но отложите на год еще вашу свадьбу во время помолвки. Нет, надо срочно, надо оборочно, поженились, пожили, развелись. Думаешь, да что ж такое-то, ну нельзя вот было послушать, чтобы вам кучу глупостей не делать в своей жизни. И таких примеров на самом деле очень много. Из позитивных примеров можно привести в Писание, что первое, вернее, Третье Царство, 17 глава, 12 стих, там где Илья пришел к бедной вдове, приходит к бедной вдове. У которой, а там голод был, есть нечего, и говорит, дай попить. И она когда отвернулась за тем, чтобы принести ему попить, он говорит, и хлеба тоже дай мне. А на улице, ну в смысле на улице, а вокруг зима, вокруг голод, есть нечего. И он просит у этой вдовы еды. Ну вот не обнаглел ли вот этот вот пастор, да, не обнаглел ли этот пророк. Вот мы же как ожидаем, что к нам из служителей кто-то в гости приходит, нам обязательно поголовки должны погладить, принести что-нибудь, подарки какие-нибудь, еще что-то принести. Вот это правильно, это хороший служитель. А если служитель пришел просто, еще и говорит, слушай, это, ну хлеб дай, то мы такие, неправильный служитель, не, а что это он у меня хлеб-то просит, что это он хочет от меня. Да что он хочет, да благословить тебя хочет, чтобы Господь тебя благословил. Вы со мной, друзья мои? И вот наше восприятие человеческое, оно отличается от восприятия Божьего. Здесь вдова говорит, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем, и все, и на этом все закончится. И, а потом мы смотрим, что оказывается у нее еда, она не кончалась, то есть Бог, вот он благословил ее. Что потом сын, когда у нее заболел и умер, Илия потом его воскресил. Оказалось, что Илия вроде бы ее обирает, да, на этот момент, что он чем-то попользоваться от нее хочет, а оказывается это все было для того, чтобы она благословение получила. Вы со мной, друзья мои? Скажите аминь, если вы со мной. Я все время вспоминаю, вот по поводу того, что пасторы, они часто делают все время что-то не то. Мне уж очень запомнился в памяти пример с Ульфом Экманом, когда там из группы прославления ему говорят, пастор Ульф, у нас пианино, вот мы музыкальный класс хотим открыть, а у нас пианино недостаточно. Говорят, ну дай денег-то купить надо. Он говорит, денег вот сейчас, вот их вот, ну негде взять на эти пианино. Вот садитесь, вот так вот клавиши нарисуйте себе на столах и играйте вот так вот на столах. Это все равно, что я вам сейчас сказал, слушайте, кстати, у нас что-то свет вообще пропал куда-то на сцене, раньше такой свет был, сейчас вот экран, а света нет. Я бы вам сказал, так, значит, молодежь приходит, говорит, свет надо купить. Я бы сказал, давайте, в общем, с этой стороны двое человек встают. С этой, и когда музыка идет, они выбегают и кричат, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. И типа святомузыка вот такая вот у нас, да? Вот, но что произошло? Они там и разобиделись, сказали, там пастор Ульф с ума сошел и так далее. Ну, посидели вот так вот маленечко, побринчали на нарисованных клавишах, потом раз как-то служитель какой, не служитель, а кто-то появился, благословил, там пианино им эти купил и все. То есть вот, ну, ну, странненько по Аструльф поступил, странненько на первый взгляд. Тем не менее, когда послушались его, благословение все-таки пришло. Аминь. Следующий, мне уж больно пример этот впечатлил в свое время, был пример с Костеланосом, когда, их два на самом деле, один глобальный, другой местного масштаба. Вот, глобальный, когда, если кто помнит, давно, лет 10-12 назад, может больше, заваруха была между Колумбией, Эквадором и Венесуэлой, когда мобилизацию объявили, войска стали стягивать, а что произошло, что в Эквадоре какая-то была, значит, поляна, где, ну, очень большая походу поляна, поля, где марихуану выращивали, где наркомафия базировалась, из Колумбии обстреляли, а это оказалось территорией Эквадора. Эквадор, значит, забунтовался, что вы нашу территорию обстреливаете, мобилизацию объявил, Венесуэла поддержала Эквадор. В общем, дело идет к такому, к серьезному конфликту. И, представляете, президент Колумбии приходит к пастору Костелланусу, ну, в смысле, встретились с пастором Костелланусом и говорит, что делать пастор Костелланусу? Посоветую, как духовное лицо. Ну, а ведь надо понять, что, ну, какой президент будет советоваться с духовным лицом, что делать? Духовное лицо не разбирается в политике, ну, как бы по определению, да? Костелланус говорит, слушай, надо извиниться, просто надо извиниться перед Эквадором. Ну, среди президентов, вот так, помните, когда у нас Су-25 в Турции сбили, да? Эрдоган не очень торопился извиняться по этому поводу, а этот взял и извинился. И я, главное, я-то не знал всю эту историю изнутри, я только из новостей все это слышал. И смотрю, войска собираются, 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 потом президент Колумбии извинился, войска раз, 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 разошли, все, конфликт решился. Ты понимаешь, насколько важно было вот это вот послушание, чтобы получить благословение. А локально я эту историю вспоминаю, что, не знаю, на все собрание, не на все собрание. Когда к нам пастор Костелланус приехал, и помните, он нас всех поделил-то, конференция такая была, да? И в итоге все никто ничего не понял, и некоторые взорвались, бунтовать начали и так далее. И мы потом думали и думаем, а для чего все, а что это такое было вообще? А для чего все это было? И где-то внутри мне показалось, такое откровение пришло. Да суть вообще не в том, как правильно поделиться. А суть порой в том, чтобы вот наша внутренняя природа, она проявилась, и чтобы мы ее либо погасили, вот это вот свое недовольство, свои взрывы какие-то, бунты внутренние, да? И послушались в каком-то смысле, а потом уже переосмыслили все это через призму жизни, через призму происходящего, да? А не просто, о, правильную систему надо составить. Я верю, что Бог, Он ничего просто так в нашу жизнь не допускает. Кто с этим согласен? Слава Господу! Следующий момент, болезненный такой для каждого из нас, особенно в последнее время, да? Это земным начальством Писание говорит, что мы должны с вами послушаться. Римлянам говорит, 13 глава, 1 стих здесь сказано. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти от Бога, существующей же власти. От Бога установлены. И кто-то трактует существующей власти как институт власти, независимо от персонажей, которые там, да? Кто-то по-другому. Но вот если 1 Петра 2, 13, то здесь как бы больше раскрывается. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, да? И понятно, что я сейчас не говорю о неком абсолюте, а я сейчас говорю о самом духе Писания, да? Чтобы меня там не забросали недовольные люди, что ага, вот там, ему вообще там заплатили. Мне никто не платил, это мои мысли исключительно по этому поводу, мои переживания. И вот, ну, думаешь, ну как вот, вот они вот это вот творят, вот другое, третье, четвертое, ну, как бы слухи такие доходят, да? Вот. И Писание, ну, то есть, как бы, ну, некий произвол. Знаете, я верю, что, во-первых, мы с вами должны доверять Богу. Аминь, друзья. Второе, что у нас, оказывается, есть способ с этим как-то справляться. Понятно, что не взял это место Писание, но оно, тем не менее, существует в Тимофее. Помните, да, что мы должны молиться, в первую очередь, за нашу власть. Аминь, дорогие мои. А следующее, вот это вот мне прям сильно понравилось. Римлянам 13.3 здесь сказано. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Тит.3.1. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, и быть готовыми на всякое доброе дело. И вот, читая эти места Писания, опять же, я не встаю ни на чью сторону, я не говорю категорически, да, что там нельзя вот это делать, вот это нельзя и так далее. Но все-таки Бог в нас вложил нечто другое для того, чтобы мы с вами этот мир завоевывали. Аминь, друзья. Первое – это молитва, а второе – это добрые дела. Чтобы люди, они, видя наши добрые дела, они Бога прославляли, чтобы они сказали, какие-то вот эти вот ненормальные, мы им зло делаем, а они добро делают. А Писание говорит – побеждайте. Зло чем? Добром побеждайте. Аминь. Я вдруг поймал себя на мысли о том, что люди, которые всю свою внутреннюю энергию направляют в русло какого-то протеста, я сейчас, вообще вот сейчас вот можно абстрагироваться, та власть, другая, или еще там о некоторых моментах мы с вами поговорим, да, они всю свою энергию в итоге направляют как некую разрушительную силу, потому что им уже некогда думать о том, как что-то доброе сделать. Они, ну вот их энергия, она уже как бы заражена вот этим вот каким-то злословием, недовольством и прочим, просто самим недовольством самим по себе. Что происходит? Что наше сердце, оно уже по определению становится недовольным. Сегодня ты этим недоволен, завтра другим, послезавтра третьим. И я всегда привожу пример. А что было делать верующим во времена Советского Союза? У них вообще не было возможности, даже мнение свое, вот просто против высказать власти, да. И получали они благословение от Бога? Или они не получали благословение? И я уж не помню, я здесь, наверное, тоже говорил. Такой был мученик за веру из баптистов, Иван Моисеев, я все время о нем говорю, что его взяли в советскую армию, призвали, да, и все два года пытались его лишить веры. То есть над ним там издевались, прочее. И за два месяца до своей демобилизации он пишет письмо своим родителям. Я не помню просто, оно или быстрее дошло, или уже позже дошло. Он говорит, что я вообще не уверен, что я, ну, закончу армию, что я демобилизуюсь. Мне кажется, что я, ну, просто, что меня убьют за веру, что я погибну за веру. Но, говорит, я вижу лестницу небесную и вижу ангелов, которые с неба приходят, чтобы меня укрепить. Да, чтобы... И он говорит, я просто, я не боюсь уйти Господу, я понимаю, что это для меня благословение. Ну, и потом все-таки его убили, да. Но к чему я говорю, что его сердце, оно, оно осталось преданным Господу до конца. И вот скажите мне, получил он благословение или не получил? Я верю, что получил. Я верю, что он получил намного больше, чем вот мы здесь все с вами сидящие. Аминь, дорогие мои. Иной путь есть, вот некий есть иной путь. И этот иной путь, это вот путь через изменение наших, все-таки через изменение наших сердец. Пускай даже через какое-то внешнее давление, да. Когда все это происходит, потом порой думаешь, люди, они выражают свое недовольство и так далее, и тому подобное. А их спрашиваешь потом, а ты голосовать-то ходил, не ходил, а все равно там все неправильно. Да ты уже все перечеркнул, тебе главное свою энергию в негатив куда-то выплеснуть получается. Но запусти свою энергию в какое-то позитивное русло. Сделай какое-то добро, чтобы ты хотя бы, ну, чтобы хоть за добро страдал, а не за зло. Аминь, дорогие мои. Чтобы вот как-то такое отношение было. Следующая сфера. На работе, да, у нас есть начальники на работе. У кого есть начальники на работе? Почти не у всех. Все говорят, все, руку никто не поднимает. Походу все безначальные здесь собрались. Колоссянам 3.22. Здесь хорошо сказано. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И вот работники делятся на две категории. Одни пыль в глаза пускают, а другие работают вот, ну, от всего сердца, да. Некоторые просто по определению, вот, недовольны всем на своей работе. Про одного нашего там дальнего-дальнего-дальнего родственника рассказывали. Устроили его на работу. Там, то ли уж на нижнее звено, то ли там каким-то небольшим руководителем. Вот. И говорят, слушай, давай мы тебя повыше поднимем. Ну, по статусу карьеры, чтобы у тебя маленько двигаться, зарплата повысилась. Да что там они там пы-пы-пы-пы. В общем, всю речь можно было запикивать, но смысл примерно понятен. И вот ты слушаешь и понимаешь. Все. Точка. Человек себе подписал приговор. Аминь. Ты понимаешь, что вот этому человеку вот что не дай, он все равно будет недоволен. У него все время речь будет состоять из вот этих вот запикиваний. И он просто обречен вот на это вот существование на первоначальном каком-то уровне там минимальной карьеры, минимальной зарплаты. Он сам себе вынес этот приговор. Такой принцип существует, что если ты работаешь, ну вот просто вот тебе платят там, например, 30 тысяч, да, и вот ты вот работаешь, ну просто чтобы тебя вот не уволили, ну где-то вот давят в уровне, да, и все время там. Ну о чем мне, как платят, так работаю, вот с таким вот отношением, если ты все это делаешь, то вот духовный некий закон, он существует, у тебя никогда не будет зарплата выше. Она всегда останется на этой планке. Если ты хочешь, чтобы твоя зарплата была выше, и тебе платят 30 тысяч, то ты должен работать свыше этих 30 тысяч. Аминь. И не просто человечески пытаясь там угодить начальнику, а просто боясь Бога. Иными словами, доверяя Богу во всем свою жизнь. Аминь, друзья мои. Я просто вот, бывают люди такие вот, они, у них это откровение, они с точностью да наоборот, с точностью да наоборот это откровение используют. Они вот наоборот, вот что-то договориться, что-то там-сям, везде вот эти вот дела наладить. И вот понимаешь, вот как такой человек в коллективе, человекоугодник появляется, вот все, вот прям коллектив просто трещит на части. Ты понимаешь, что, ну вот что-то вот ему все главное смухлевать, чтобы его пользу было, да. И первое, что хочется, ну просто избавиться от этого человека. Аминь, друзья. Вроде сейчас вот выгоду какую-то ему получить. А думаешь, не, все, давай, братан, иди подальше. Екклесиас 10.1, только вслушайтесь в это местописание. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Аминь. Гнев начальника вспыхнет на тебя, не надо убегать, потому что кротость, она большие проступки покрывает. Иными словами, ты как будто бы создаешь атмосферу для того, чтобы на тебя можно было положиться. Что ты не взрываешься все время, а что ты, ну человек, с кем можно строить бизнес, с кем можно двигаться дальше. Следующие моменты, уже прям коротко, хотя хотелось бы, конечно, о них поговорить подольше. В семье, да, существует тоже определенная субординация. И фисянам, я просто, я сейчас это говорю все для того, чтобы черту в итоге подвести. И, ну не знаю, для меня она все-таки важна была. Эта черта. И фисянам 5.22 здесь сказано. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, да. То есть здесь говорится о том, что, ну все-таки есть некая субординация в семье. Кто не слышал об этом? Да, что субординация есть. Что все-таки мужчина, он должен быть во главе семьи. И понимаешь, что когда эта субординация нарушается, то семья, то в семью приходят, ну реально большие проблемы, да. Ведь есть такая некая особенность, что мужчины, они, если женщины, они вот как-то больше от самого начала, да. У них вот ответственность в них заложена, то мужчины в каком-то смысле, они намного легче приспосабливаются. Если на себя женщина берет, здесь ответственность, да, сначала с детьми ответственность на себя взяла. Мужчина, ой, как хорошо, у меня жена детьми занимается, все нормально, все прекрасно. Потом жена уже, ну, готовит, соответственно, порядок наводит, да, все замечательно, мужик на месте. Потом уже зарабатывать начинает. А мужику все лучше, лучше и лучше. И мир просто такой хороший. В итоге все скатывается. На телевизоре кнопки пык, пык, пык. Да, все на этот уровень в итоге скатывается. И в итоге женщина, она жалуется, вот мой муж ничего не делает. Ну, тебе не нужно было брать эту ответственность просто на себя. А надо бы ему так чуть-чуть не пилить, а так чуть-чуть. Давай, братан, иди, делай что-то, бери на себя ответственность. Вот. И когда ты смотришь в семьи, где женщина всем рулит, всем верховодит, да, ты понимаешь, что-то не то. Атмосфера какая-то совсем нездоровая, и потом она сказывается на детях. Вы согласны со мной, друзья? Или кто-то по-другому думает? Ефесянам 6.1 здесь говорится о том, что дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Да, то есть дети, слушайте своих родителей. И вот, ну, понятно, что это надо на детском служении объяснять и так далее, но я заметил одну интересную вещь, что от родителей мы с вами можем черпать какую-то мудрость. Вот мы можем уже с вами быть крутыми, выросшими там, взрослыми, уже чего-то достигшими, да, но вот мудрость от родителей, вот ее никуда не денешь, она все равно существует. Я когда в какой-то момент жизни стал так прилично зарабатывать, это было в 90-е годы, слава Богу, не криминальным образом зарабатывал, а так около, не, шучу. Вот, шучу, тогда так можно было. Вот, и я денег накопил, и вот машину хотел купить, а машина тогда была стоимостью, как квартира, ну, у нас на поселке, на нашем, по крайней мере, и мне мама говорила, купи квартиру, зачем тебе машина? Ну, я, ну, Владик взрослый, Владик все знает, он уже денег заработал на квартиру, на машину, он молодец. Мама, ты у меня ничего в этой жизни не понимаешь, это как кто-то из мудрых сказал. Когда мне было 14 лет, я думал, что мои родители безнадежно глупые. Когда мне стало 25, я понял, что они серьезно поумнели к этому времени. И Владик молодец, Владик покупает машину, потом у машины 7 аварий, и просто, ну, не сильных пускай, одна сильная, остальные не сильные. Потом эти машины просто подешевели, а квартиры вот так вот подорожали. Я думаю, надо маму слушаться. Конечно, не до бесконечности, но я всегда говорю, не слушаться, а прислушаться. О чем она говорит, о чем пастор говорит, о чем вот проповедник здесь вот сейчас вот вещает. Прислушаться надо для каких-то размышлений. Да, и мы видим, что вот эта субординация, она существует, она никуда не девается. Ну, правда, вот ужасная картина, когда дети начинают своим родителям дерзить, да, говорить. Да, там вы мне это не дали, это не дали, то не все, и так далее, всем недовольны. Что самое ужасное? Вот мои наблюдения, может, они ошибочные, но я думаю, что вы даже подтвердите, что дети в более богатых семьях, да, они претензий родителям предъявляют намного больше, чем дети в семьях, где вообще с финансами всю жизнь было тяжело. Там у наших одних друзей есть соседи, где, ну, вот мама, у нее ребенок, они ее же чуть ли там не в родительских правах ограничивать из-за того, что у них денег нет. А ребенок подходит и говорит, мам, куда, ну, мы не хотим у тебя уходить. А ребенок уже взросленький такой достаточно, и ты думаешь, парадокс, парадокс. Аминь, друзья. И думаешь, а в богатых все чем-то недовольны, все что-то не хватает, претензии какие-то сплошные. И думаешь, ну, коряво как-то, криво все, некрасиво. И вот бог, он установил вот этот вот порядок почтительности, порядок послушания в нашей жизни неспроста. Причем даже вот говоря о детях и родителях в Римской империи, я не говорю, что это правильно, но там существовало такое, что дети, даже если они взрослые и достигли какой-то власти, несмотря на то, сколько им лет, они должны были родители слушаться, вплоть до того, что родители имели право лишить их жизни. Ну, языческий мир, там свои как бы заскоки. И общество это римское уже, ну, потом перестало все это поощрять. Но сам факт, что даже такие моменты существовали. И вот размышляя на эту тему, попалось мне несколько мест писания. Давайте их прочитаем. У меня сегодня вся проповедь, ее можно было вообще не проповедовать, просто места писания прочитать. Колоссянам 1,16 здесь сказано. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им, и для него создано. Понимаете, друзья, да, о чем здесь говорится? Что все создано им и для него. Мы можем быть недовольны строем, мы можем быть недовольны церковью, служителями в церкви, своими родителями можем быть недовольны, мужьями можем быть недовольны, начальниками. Но ты знаешь, по какой-то причине Бог тебя в эту атмосферу поместил. И вот пройдя какие-то трудности, даже в нашей церкви, я понял, что Бог во многом изменил мое сердце, и Он мое сердце во многом смирил. О Писании говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. И ты понимаешь, что вот это вот все, весь порой негатив, который мы хотим исправить, мы хотим исправить внешне, мы хотим родителей поменять, здесь поменять, здесь все поменять, и в целом-то оно может и неплохо, но первое, что мы должны поменять, мы свое сердце должны поменять. Аминь, дорогие мои. Римлянам 13.2 здесь сказано, посему противящиеся власти противятся Божьему становлению. Я сейчас власти говорю в широком смысле, хотя там про конкретную власть говорится, но я в широком смысле. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Что когда мы в бунте противостоим кому-то, нам это не приносит благословение. В церкви у нас были такие моменты, когда кто-то восставал и говорил, к нам несправедливо относятся, мы отсюда уйдем. Здесь вообще одно только сплошное несправедливое отношение. Они ушли, а в итоге все рассыпалось. Хотя все было за справедливость. За справедливость свершаются все войны, все скандалы и конфликты. Все из-за справедливости. Только у них одна справедливость, у других другая справедливость. И эти две справедливые стороны готовы друг другу глаза выцерпать. Вы со мной, друзья мои? Как это часто происходит? И вот я когда размышлял, я подумал, а что, если бы Бог с нами поступил по справедливости? Прикиньте, мы бы все в аду оказались по справедливости. А Он не по справедливости поступил, а по Своей любви к нам. Аминь. Он просто нас возлюбил. И вообще несправедливо отдал Своего Сына Иисуса Христа на крест. Для того, чтобы мы с вами были спасены. Аминь, друзья мои. И вот еще последний такой штрих. Я для себя такую вещь здесь понял, что, знаете, Писание говорит, что одна из форм проявления любви к нашему Богу – это любовь к другим людям. Помните, да, там сказано, что если говорите, что Бога, которого не видите, любите, а ближнего своего, которого видите, ненавидите, ну, что это не есть любовь к Богу. И любить ближнего твоего – это и есть проявление Божьей любви. И во многом, я не говорю, что вот в строгой парадигме, в 100% случаев, послушание Богу выражается в послушании к тем институтам, которые над нами поставлены. Аминь, друзья мои. Хочешь Богу послушаться, ты живешь в послушании, ты делаешь добро, и ты знаешь, что Бог тебя благословит. Аминь, дорогие. Давайте поднимемся, и я еще раз повторюсь, что я не говорил это как некий абсолют, но я хочу, чтобы в каких-то ситуациях нашей жизни мы взяли это к себе хотя бы на размышлениях, хотя бы поразмыслить, определить для себя, на правильном ли пути я стою, где я, где мое сердце, оно в бунте, оно обозленное, заведенное вот этой всей атмосферой, или все-таки есть какие-то источники для того, чтобы мне принять мир в мое сердце, чтобы даже в каком-то конфликтной, напряженной ситуации я мог найти этот мир и просто довериться Богу, потому что Бог, Он намного больше, чем все наши справедливые какие-то попытки что-то изменить. Халлалюя! Отец Небесный, Господь наш, мы молим Тебя, Царь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Бог, за Твою любовь, которую Ты вилл к нам в Своем Сыне Иисусе Христе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что Ты поступил не просто по понятию справедливости, а Ты поступил по понятию Своей любви к нам, Господь. Благодарим Тебя, что Ты спас нас, что оправдал нас, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты заплатил эту жертву в крови Иисуса Христа за наши грехи, Господь. Спасибо Тебе, Господи. Господь, мы хотим на самом деле жить в послушании Тебе, чтобы наша натура, она преображалась, Господь, чтобы наше естество, оно преобразовывалось в Твой образ, Господь, в образ Твоей кротости, Твоего смирения, Господи. Дай нам мудрости, Господь, дай нам понимание, как действовать в той или иной ситуации, Господи. Пусть мы не будем просто религиозными в этих понятиях, Господь, но пусть Твое Слово, как светильник, светит ноги наши, чтобы мы всегда обращались к Нему и ходили Твоими путями, Господь, во имя Иисуса Христа. Прости нам всякий внутренний какой-то бунт, всякую какую-то ненависть и злобу, Господь. Прости во имя Иисуса, Господь, и дай нам Дух кротости, Дух смирения, Дух примирения, Господь. Дай нам быть ведомыми Твоей Божьей любовью, Твоей Божьей милостью, Твоим Божьим состраданием, Господь. Упованием, веруя на Тебя, Господь, что все в Твоих руках, все начальства, все власти, все на этой земле в Твоих руках. И Ты, Господь, кого надо ставишь, кого нужно убираешь, Господь. Все в Твоих руках. Мы уповаем на Тебя. И мы доверяемся Тебе, Господь, целиком и полностью. И мы хотим нести добро. Мы хотим нести Евангелие, благую весть в этот мир, Господь, в это общество. Во имя Иисуса, помоги нам преобразовываться. Помоги нам впускать свою энергию в правильное, в созидательное русло, Господи. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь.